Привет, народ! Кроме Outlast я пытаюсь не забывать о других играх, которые еще прохожу, поэтому я продолжаю прохождение Alan Wake. В прошлой части, я напомню, за нами опять погнались ФБР, и опять мы будем сейчас скрываться от них в лесу. Вон их фонарики, вот наши фонарики, не будем себя выдавать. Но наша задача сейчас конкретно это добраться до депо. Что там в депо, Wake забыл. Это транспортное средство, он там хочет найти. Кстати, мы узнали, что Alan отлично ездит на машинах, и когда ты ездишь на машинах, то вообще ничего вокруг не страшно. Поэтому я тоже хочу в это депо быстрее покататься на машинках. Ну и надеюсь, у нас не будет проблем с ФБР. Они сейчас вроде как-то не слишком за мной гонятся, тревожной музыки нет, так что может не все и так плохо уж. Ну это какой-то безопасный участок леса, знаете, здесь мне не кажется, что... Хотя вот сейчас мы в гущу заберемся, и там как всегда начнется. Так, а тут у нас новая страница рукописи, которую мы все время находим. О, кстати, депо. А он на чем там собирается в депо здесь? Не на поезде ли? Давайте почитаем новую страницу. Узнаем, что нас ждет, как обычно получается с этими страницами. Найтингел смотрел на темный лес за разбитым окном студии. Он повернулся и направился к выходу, но Мэйн схватил его за руку. Молодой человек, вы едва меня не застрелили, нельзя же так палить по людям, да что с вами? Найтингел вырвался и вышел из комнаты. Его щеки горели от гнева и унижения. Найтингел это тот чувак на радиостанции, который ведет свою радиопрограмму. И вот как раз когда мы к нему пришли, он был к нам вполне дружелюбен. Туда ворвался этот чертов ненормальный ФБРовец и начал палить во все подряд. И мне пришлось сваливать отсюда. Надеюсь, у Найтингела все будет хорошо и мы с ним еще встретимся. Он добрый человек и... От него я не вижу исходящей угрозы. Так, а она тут начинает... Вот где исходящую угрозу я вижу, в этом чертовом лесу. И да, кажется кто-то уже появился, блин, вы слишком резко. Вас все больше и больше одновременно появляется, а у меня не так уж много патронов. Но ладно, мы сейчас... Мы сейчас что-нибудь придумаем. Отлично, вот это я и хотел придумать. У меня получилось просто-таки, наконец-то. Сразу троих одним ударом. Ну, скажем так, не то чтобы это мой скилл, мне просто повезло. Ну, везет сильнейшим. Так, а что у нас еще есть? Ага, а я вот это кидал, да? Это граната была такая. Так, подожди. Я бы сейчас еще одну гранату не отказался кинуть. Ребята. Мне надо бы вот этот генератор запустить, я думаю. Но я не смогу сейчас запустить генератор, пока... Пока-пока-пока не убью этих ребят. Так что это какая-то сложная ситуация, но я попробую. Нет, это не получится явно у меня. Наверное, я пойду вперед. Ну, я знаю, скорее всего, я сейчас умру, да? Ну, как бы попробовать не мешало бы. Но если они меня догонять станут, то я... Вот сейчас догоняют, например. И у меня очень мало здоровья. Я сейчас ненадолго задержу свою смерть, скорее всего. И потом опять продолжу ее. Ну, попробуем кинуть гранат. Попробуем, давай. Давай, давай, подходи. Отлично, один уничтожен. Но мне бы свет очень нужен сейчас. Но тут вместо света, каких-нибудь источников света, только вот такие мрачные хижинки. Так, он чуть меня не попал. Да, я понимаю, сейчас ты можешь обвинять в этом энергетические компании. Или не обвинять их вовсе, но... Так, вот оружие, фу. Это хорошо. Кажется, я с ними со всеми разобрался. Но оружие просто... Это было бы глупо его не взять. Это что специально, что я взял дробовик и вот они пришли? Надеюсь, это не так. Так, давайте, подходите. Ага, ребята, давайте сюда, вот сюда, на свет. Что, боитесь, да? Черт, он ни херасе. Что-то как-то я думал, этот свет их более быстро, резко будет убивать. Двое по цене одного я получил в достижении. Не знаю, за что. Ну, наверное, за то, что убил сразу двоих. Ну что ж, это крутая штука, надо почаще так. Она потихоньку вырубается, кажется. Эээ, тихо. Тихо, тихо, сейчас не вовремя. Фу, я последний момент. Кажется, успел с ним разобраться. Так, у меня последний патрон и просто... О, нет, надо его потратить на тебя. Все, 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 мне надо сваливать. Это... Это... Это тупик для меня. Так, они там что, как? Блин, все, они бегут, они бегут. Термис кофе, да в жопу термос кофе. Сейчас не время пить кофе. Они догоняют, они догоняют. Алан! Алан! Ну ты труп, Алан. Ты просто труп, 100%. Да, все, все. Что-то я сделал неправильно. Возможно, мне стоило как-то их эффективнее убивать в том месте. Я не совсем разобрался. Так, а что тут написано? Ага, отлично. Сейчас мы еще раз включим эту штуку. Так, ну правда, сейчас никого нету в округе уже. А что у нас написано? В свету... Ну это я знаю, что связываем вредит. Это как бы мы всю игру практически этим только и занимаемся. А вот у нас батарейки. Батарейки, которых мне очень не хватает. А еще патроны для револьвера. Отлично. Так, ребята, подходите. Вот они начали появляться. Я сейчас не совсем пойму, в каком месте я нахожусь. У меня нету дробовика. Он, скорее всего, там еще лежит и не взят. Но пока я могу с ним в одиночку разобраться, у меня получится, я думаю. Только что ты не включаешься-то? Давай сюда подходи. Здесь светло. Смотри, какое солнце. Ну и что? Почему тебе урон-то не нанесся? Чертов хрен. Давай иди сюда. Мне надо, походу, включить эту штуку в тот момент, когда... Когда он там? Там, пока не совсем понятно, честно говоря, как работает этот способ их уничтожения. Ну, скорее всего, именно так. Нет, ну все, эта штука уже больше никак не работает. Я не знаю, что с этим делать. Поэтому я пойду сюда просто и возьму дробовик. Да, вот все эти твари повылезали сразу. Сейчас я включу эту штуку и... Знаете, я пойду вперед сразу. Давайте, подходите сюда. Я не буду с вами задерживаться, наверное. Да, не буду. Оставлю здесь свет, чтобы, может, задержать вас еще чуть-чуть. И пойду туда. Пойду к этим воротам, которые я в прошлый раз просто не заметил. Поэтому... Поэтому зафейлил совершенно. Они бегут, они бегут, бегут. Открывай двери. Да какая рукопись? Что мне делать? Придется вас, походу, уничтожать. Ооо, плохо дело. Мое дело плохо. Так, ну, к счастью, пауза нажалась. Мы можем немножко передохнуть и заодно почитать, что Уэйка атакует бульдозер. Что, черт побери, это значит? О, боже мой. Мне только бульдозера не хватало. Бульдозер заревел и попер на пролом, разбрасывая грязь и камни. Он пробил бетонную стену и тяжело ввалился во двор. Будь бульдозер животным, он бы потряс головой после удара, уставился на меня и атаковал. Конечно, у меня не было ни головы, ни глаз. Наползающие тени превратили в гол монстра. Этот монстр пришел за мной. Ну, это все значит, что впереди меня ничего хорошего не ждет. Меня здесь-то ничего хорошего не ждет, а впереди тем более. Блин, они меня окружают. Так, мне, наверное, надо... Мне, наверное... Ой, блин, сколько вас там? Так, ладно, давайте светить в них фонариком. Может, это сработает. Черт, я даже не знаю, как с вами разобраться, пацаны. Мне на всех вас явно не хватит патронов. Блин, с этими самыми мы большими бы разобраться. Тихо, тихо. Я даже иду и не знаю, куда просто... Не поворачиваюсь к вам. У меня два патрона, и все. Давайте к свету пойдем, я не знаю, может, она нас защитит как-нибудь. У меня один патрон, все очень плохо. Ну все, у меня теперь нет патронов. Что делать, я даже не знаю. Там что-то есть, там что-то есть. Револьвер, я нашел револьвер, но слишком поздно. Короче, это сложная ситуация, знаете. Ох, я просто был не готов к такому сопротивлению. Так, что у нас? А что у нас там, кстати? Ну тут у нас тоже ничего такого, куда бы мне можно было пойти. И я по этому поводу обрадоваться. Здесь я включил свет, ну и что? К той машине я вообще не ходил. Надо взять то, что там есть. Цветовая... Граната, револьвер, блин! Давай, прыгай сюда. Ну давай на свет, ну что-нибудь, он тебе как-нибудь урона нанесет, нет? Никак вообще, ему пофиг на него. Совершенно. Расстраиваешь ты меня, расстраиваешь. Придется тебе херачить револьвером. Ну как бы, вот смотрите, взял револьвер, три патрона на него уже истратил. То есть половину того, что у меня было. Так что это тоже не очень эффективное оружие. Вот куда эффективнее окажется, возможно, граната. С такой кучей, которую я там собираюсь встретить. Даркнесс, темнота контролирует захваченных. Ну вот этих ублюдков, которые мне портят настроение. Патроны для дробовика, ну и все, я пошел. Да я знаю, что... Может, конечно, залезть на крышу, как это мне поможет. Ну, возможно, как-нибудь поможет. Ну что, ребят, давайте. Самое время. Самое время с вами разобраться. Ну вот, смотри, ему даже пофиг. Надо вот с этими громилами разобраться. Блин, ну ко мне уже другой громил подошел. Ой, ну меня уже убили. Так, подожди, свет. Так, я ненадолго сдержусь, конечно. Очень ненадолго. Назад-назад вам говорят. Да, я вам тоже хочу это все время сказать. Но они меня обычно не слушают, знаете? Ублюдки такие. Ой-ой-ой. Это был фейл. Это был фейл, ребят. И у меня теперь револьвер еще остался отлично. Ну не знаю, насколько мне хватит револьвера. Вот с одним, например, разобраться с ним. С тобой разобраться. Вот это надо подпустить как можно ближе. Сука, смотри, как он бежит. Ну и все, и все, я трупик. Я ходячий трупик. Ну я теперь, не знаю, мне, наверное, надо бежать туда и попытаться что-нибудь сделать. Отгоняя их периодически фонариком. Перезаряжая его как можно быстрее. Вот эту громилу я боюсь очень сильно. Он самый такой тут бодренький. Среди их всех. Здесь темнота, и здесь меня ничего не ждет хорошего. Ой, они меня обойдут еще. Отлично, отлично. Ребята, так мне надо с ними в прятки сыграть какие-нибудь. Но этот свет уже мне не помогает. Ну и все, они меня сейчас заколют, как я уже привык, знаете? Так, а вы где, суки? Ага, вот я вас вовремя подловил, блин, но сейчас сам запутался. Ну я так могу их сдерживать, конечно, бесконечно, но проблема в том, что вот этот хер, сука, он сильный. Так, ладно, я пошел туда. Сейчас я сфейлюсь просто. Потому что вы хрены тут. Ну вот, ну все, короче. Ребята начинают меня раздражать. И это ведь, скажем, наверное, не середина игры. Почему я застрял на этом месте? Что я делаю не так? Что я делаю не так? Так, ладно. Ну, сейчас мы попробуем разобраться. Хотя я не знаю, что ещё можно предпринять. Ну, знаете, да, вы заметили фейл с гранатой, конечно. Фейл с гранатой, которая у меня никого не убила. Я кинул её слишком рано. На этого хрена я потратил 3 патрона револьвера. Тоже очень нехорошо. Ну чё, давай, не знаю, я хочу с тобой как-нибудь разобраться поэффективнее. Попробуем стрелять в голову, но тебе опять-таки пофиг. Опять 3 патрона, но... Но, но, но... Не вижу ничего хорошего, конечно. Но чё-нибудь, может, какой-нибудь плюс мы в этом во всём обнаружим. И, конечно, забраться туда, может, есть в этом какой-то смысл, но... У меня это тоже не получается в панике делать, потому что они там набегают, и я как-то спешу, и падаю с этой хрен... От хреновой древесины. Бревна чёртова. Отрубленного дерева. Так, ладно, включаем. Давайте я, наверное, всё-таки револер подробный страчу на вас. Ну всё, они меня уже начали закалывать. Ой, ну смотри, какой он злой. Меня... Ну это самая жалкая попытка была с ними разобраться. Они просто меня как-то захерачили вместе, все вместе. Так, ладно. А у нас тут, кстати, батарейки же лежат, да? И патроны для револьвера, между прочим. Надо смотреть в округи просто, и, возможно, тогда мне получится от них отбиться. Включим свет. Хотя никого нету, но... Сейчас там появится один хрен опять. Но у нас будет чуть больше патронов для револьвера. Честно говоря, не очень большая подмога. Кстати, а где... Где мой друг, который любит появляться, когда я сюда подхожу? Хм, его что-то нет. Может, игра начинает жалиться над ему, но и понимает, что я со всеми ними никак... Вряд ли разберусь, поэтому... Может, и сейчас тогда никого мне не... Но нет, сейчас она опять все-таки пригласила на вечеринку всех этих веселых ребят. И вот тут еще кто-то появился. И просто отлично. Ну давайте я вас в свет включу. Ну как вам? Вот ему вообще пофиг, смотри какой наглый, а! Хрен. Я сейчас скину гранату прям под себя, давай. Давайте все сюда. Ну что, кто мертв? Блин, кто-то мертв, но немного их, по-моему. Этих труп... О, их еще много, ребят. Сейчас со здоровяками разобраться надо попытаться. Шансы у меня появились. Шансы. Надо подпустить их поближе. Блин, это таранщик, сука. Мне сейчас повезло, конечно. Очень повезло. Отлично. Ииии, у нас патронов революра на этого зарика. Давай, давай, мэн! Улетай! Есть, он улетел. Фух, я даже перенервничал. Черт побери, я что, справился? Я справился! Кошмар какой, я справился. Да, это была... Это была долгая затычка в заднице, конечно. Извините, конечно. Но, да, это... Но это действительно так! Эти ребята меня по-настоящему напрягли. Я читал эту же страницу. То, что меня атакует бульдозер. То есть... То есть, как бы я вот сейчас выиграл, но впереди меня атакует бульдозер. Отличное вознаграждение за муки вот эти мои. И как дальше идти, я все равно не понимаю, кстати. Что мне нужно сделать? Ну, я думаю, мы сейчас по-быстрому разберемся. И, наверное, на этом закончим. Потому что эта схватка заняла у нас слишком много времени. А сейчас, смотрите, сейчас еще кто-нибудь появится. Ведь может. Ведь может. Я тут как дурак. А мне вообще сюда не надо было, да, наверное? Да! Мне сюда не надо было. Отлично! Я просто там читал рукописи. Там сейчас еще ребята появятся. Винерарная. Винерарная ситуация. То есть, передохнуть мне не получается. Никак. Надеюсь, это бульдозер. С бульдозером я хотя бы как-нибудь... Ну, это что-то новое. А эти ребята, они меня начинают уже раздражать немного. Китай, они слишком уж как, блин, крысы вокруг тебя бегают и просто начинают терроризировать. Страница рукописи очередная. Давайте, почитаем. Давайте. Сара не доверяет Найтингеллу. Откуда она его знает? Сара доверяла своим инстинктам, а те утверждали, что агент Найтингелл. А, Найтингелл этот... Этот хренов чертов ФБРовец мерзается. Откуда его знает Сара? Что-то с ним было не так, и не только запах старого перегара. Что-то в манере показывать жетон, кичится служебным положением, свалить на людей в ожидании ответа. Где Алан Уэйк? Что же за несчастный случай? Где жена писателя? И самое важное, почему она дала Уэйку уйти? А, нет. Я опять-таки всех путаю. Сара, я подумал что-то, что это жена Уэйка. Давно я не играл. Сара, это же шериф. Сам он на вопросы не отвечал. Это дело федерала. Все, что он сказал ей. Ну да, мы уже ранее могли прочитать в этих рукописях, что отношение Сары к этому чертову федералу не очень хорошее. И это хорошо для нас. Она может нам помочь в критической ситуации. Свет, не врубайся. Достиг я контрольной точки. Оказался в теплых лучах этой лампы. И на этом пока что остановлюсь. Увидимся и узнаем, что там с Салоном дальше случится в этом чертовом лесу. Уже в следующей серии. А пока что всем пока.